Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Друзья, сегодня хотелось бы начать с небольшого информационного сообщения для тех из вас, кто знает, что в нашей компании Амаркетс есть специализированная группа в Телеграме. Амаркетс – торговая идея. Мы накануне добавили несколько нововведений, в частности, там будет несколько рубрик, которые посвящены самым громким новостным событиям в рамках торговой сессии Breaking News. Мы, разумеется, будем постить эту информацию, и нам, в том числе, будет интересно и ваше мнение касательно того, что может по факту этих событий произойти с тем или иным финансовым активом. Это еще одна попытка с нашей стороны наладить правильную коммуникацию, друзья, с вами, чтобы мы вместе обменивались с торговыми идеями и вместе принимали решение о том, что же, в конце концов, может произойти на дистанции в средний срок, в долгосрок, с теми инструментами, которые всем нам интересны. В общем, также будет увеличено количество торговых идей по техническому анализу, по фундаментальному. Я думаю, что мы еще добавим рубрику, которая будет посвящена профессиональной финансовой литературе. Многие из вас часто обращаются, в том числе и в техподдержку, и при общении с персональными менеджерами запрашивают такого рода информацию, потому что хотят самостоятельно освоить отдельные нюансы, наверное, тонкости работы на финансовых рынках, как фундаментального анализа технического, психологии и так далее. Поэтому такая информация в общем доступе, я уверен, будет полезна. Самое главное, друзья, прямо в комментариях к этому видео я очень хотел бы получить от вас фидбэк. Как вам такие нововведения? Что нравится, что не нравится? Может быть, мы что-то упустили, и может быть, то, что вам необходимо, находится на поверхности, но мы пока этого не добавили. Поэтому не только комментарии по тому, что уже произошло в плане изменений, но и по тому, что мы могли бы еще сделать для вас, друзья, были бы очень приятным дополнением к нашему сегодняшнему аналитическому брифингу. Не поленитесь, пожалуйста, напишите, буду вам за это очень признателен. Ну что ж, давайте теперь к финансовым рынкам. Сегодня у нас день обещает быть очень жарким. Сегодня в центре внимания трейдеров доллар. Мы следим за индексом американской валюты. И нефть. В частности, почему нужно делать акцент на эти два финансовые активы, потому что сегодня в 20.00 по московскому времени состоится выступление Джерома Паула на онлайн-встрече, скажем так, онлайн-саммите, организованном Уолл-стрита Жорна. И эта встреча, этот саммит точно прольет свет на перспективы будущей политики американского регулятора, особенно с учетом последнего роста доходности американских облигаций. Мне, как трейдеру, как спекулянту и тому, кто интересуется вообще финансовыми событиями, очень интересна обновленная позиция и точка зрения Паула касательно того, угрожает ли рост доходности американских трейдерей и экономическому росту США. И как, собственно, Паул прокомментирует все это, от этого будет зависеть конечная реакция трейдеров и то, что произойдет с долларом. Забегая вперед, могу сказать, друзья, то, что перед выступлением Паула, конечно же, мы должны снова пробежаться как бы крупными носками по тому фундаментальному макроэкономическому фону, который сложился. Тем более, что вчера было опубликовано два очень важных отчета. Это отчет, который предваряет Non-Farm Parallel, статистика EDP по состоянию американского рынка труда. Я надеюсь, вы цифры уже все посмотрели, увидели. Данные плохие. Плюс 117 тысяч новых рабочих мест, с прошлого показателя 195 тысяч. Соответственно, при сохранении корреляционной связи между отчетом EDP и Non-Farm Parallel, который выйдет уже завтра, можно сказать, что официальная статистика также, скорее всего, разочарует. Еще один важный отчет – это ISM в сфере услуг 55,3, снижение с 58,7. Да, индекс остается выше 50, и это подтверждение того, что все-таки сектор восстанавливается. Но траектория здесь уже нисходящая. Кто знает, может быть, совсем скоро за промышленностью, в принципе, индекс сферы услуг также кажется уже в зоне стагнации, граничащей с зоной рецессии. Мое скромное, субъективное мнение абсолютно не изменилось за последние дни. И как я ранее вам отмечал, друзья, в том, что сейчас растут американские долговые облигации, это может быть, с одной стороны, закладка под риски инвесторов и ожидание того, что инфляция в Штатах будет расти. Я не очень верю, друзья, скажем так, в то, что рост доходности трежерис – это реакция трейдеров на ожидание того, что в американской экономике все будет хорошо. Не забывайте, что трежерис – это эталонные представители защитных инструментов. Если растут доходности американских облигаций, значит, они пользуются меньшим спросом. То есть трейдеры предпочитают рисковать и, соответственно, потенциально работать с категорией рисковых активов, потому что считают, что американская экономика и все ее сектора все равно будут оздоровляться от последствий ковида. Задайте себе этот вопрос. Вы тоже считаете, что на фоне последних отчетов крайне слабых, в целом крайне слабых, если пятничный нонфарм разочарует, уж станет совсем очевидно, что ситуация остается довольно плохой. Неужели вы верите, что все негативные последствия уже позади? Я лично не верю, поэтому не хочу оправдывать рост доходности американских облигаций тем, что ситуация в экономике улучшается. Но могу сказать, что рост доходности трейдеров сможет отражать инфляционные риски. И при этом я бы тоже купил доллар, друзья, если бы знал, что ФРС не придерживается политики инфляционного таргетирования. И ФРС будет ужесточать монетарную политику в том случае, если инфляция достигнет прежнего целевого ориентира в 2%. Но много раз я вам уже говорил, что сейчас другой подход регулятора к контролю за инфляцией. И не будет ужесточения монетарной политики, не будет повышения процентной ставки и выхода из программы количественного смягчения, когда индекс потребительских цен опрется в показатель в 2%. Поэтому я довольно спокойно отношусь сейчас к росту доходности трежерис. Знаю то, что в конце концов через какое-то время при неизменности текущего новостного фона по этому показателю, то есть показателю прибыли по этим облигациям, мы увидим цифры гораздо ниже текущих значений. И все вернется на круги свая. В частности, индекс доллара пойдет на снижение, которое я прогнозирую очень и очень давно. Ну и мы видим действительно то, что индекс доллара неоднократно бился в поддержку 90 пунктов, но потом отследовало локальное восстановление. Главное событие фундаментальное впереди 14 марта дедлайн принятие новых мер фискального стимулирования. Я жду их, так же как и вы, друзья. И, соответственно, пока что в приоритете держу короткие позиции. Сегодня, помимо выступления Паула еще до него в 16.30 заявки на пособие по безработице, но тоже здесь ожидания довольно скромные. Нефть 64,46, запасы вчера плюс 21,6 миллиона, исторический рекорд, по-моему, исторический рекорд. Ну, действительно сумасшедшая цифра, хотя рост запасов, он, конечно же, обусловлен такой рост последними событиями с аномальными морозами в Техасе, где сконцентрировано наибольшее количество нефтеперерабатывающих предприятий из-за того, что они, по сути, вынужденно свернули свою деятельность в этот период, практически в две недели. Переработки в прежних показателях не было, и рост запасов сейчас является логичным. Но если все-таки убрать этот форс-мажорный фактор, запасы все равно бы выросли, пусть на символичные значения. И это можно было бы воспринимать в качестве негативного фактора для котировок нефти. Сегодня, как я уже отметил, мы следим не только за долларом, но и за нефтью, потому что сегодня будут приняты решения по тому, каким уровнем нефтедобычи будет характеризоваться все усилия ОПЕК+, по поддержанию баланса на рынке углеводородов. То есть, сколько нефти будут добывать участники энергетического пакта со следующего месяца. Я по-прежнему склонен полагать то, что сегодня мы услышим о том, что производство нефти будет увеличено на 500 тысяч, а Саудовская Аравия дополнительно снимет себя добровольно. Обязательство по сокращению добычи на 1 миллион. Вчерашний рост нефти как раз был обусловлен тем, что появились слухи, что страны не будут увеличивать производство нефти, а сохранят текущие квоты. Но я в это особо не верю, поэтому настроен все-таки до конца сегодняшнего дня увидеть нефти гораздо ниже текущих значений. И по остальным активам евро против доллара 1.2054 мы снова вернулись к поддержке 1.2050. Снова я в очередной раз рекомендую вам смотреть за текущим курсом выше отметки 1.20 и ближе к этому психологическому рубежу, как к очень перспективной точке входа в длинные позиции. Не будем сейчас негативить по поводу новых штаммов нигерийского вируса в Италии, который характеризуется какой-то повышенной мутацией и стойкостью перед всеми известными на данный момент вакцинами. Надеюсь, что третьей волны ковида не будет, хотя многие вирусологи Италии уже поговорят о том, что она началась. Кстати говоря, это еще один вопрос. Как вы считаете, станем ли мы свидетелями действительно вот такого развития событий? И накроет ли мировую экономику еще одна волна коронавирусного кризиса? Фунт против доллара, короткие позиции пока в приоритете, как мы и ожидали. По факту оглашения бюджета, корпоративный налог будет поднят повыше, не сразу же, конечно же, поэтапно до 2023 года, до 25%. Сфера услуг вчера также разочаровала. Я думаю, что мы можем выжать еще фигуры чуть побольше в плане нисходящего движения по паре фунт-доллар. Австралийство против доллара длинные позиции в приоритете. Американский фондовый рынок 3800 пунктов. Но здесь, как и ранее, все упирается в то, насколько быстро будут приняты экономические стимулы в США. Вот их фондовики ждут, потому что понимают, что именно они могут подсластить пирюлю сейчас и позволить выйти на прежние локальные максимумы. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!